Нитуть очень сильный. Вот, в планете, наоборот. Ко мне одна моя знакомая, Аня Колосева, спросила, да, Литунну? Я ей говорю, а она, а что звучит у меня? Она говорит, да ты туй со всей Литурой-то. Звук там? А вот на блок-флейте, потому что она на риске играла, на блок-флейте, на поперечке она замечательная играет, на кельтской армии. Сама же была такая. Вот. Значит, на блок-флейте главное ведуть очень сильно. И потом, эти блок-флейты, они... Вот эти блок-флейты, которые я раздал, кроме деревянного альта, вот так, вот они все называются «борочные системы», а деревянная — немецкая система. Вот. Вот этот нижний балл, даже не пытайся, он не работает, чуть-чуть как-то кривой. Вот. Но я думаю, все-таки она не как-то даже на концерте играла. Вот. Акустический, вот. В группе даже. Значит. Вот эти флейты, они называются «борочные системы». Отличаются немножко аппликатурой, одна нота отличается. Но главное еще в этих флейтах, у них вот, если вы посмотрите... Вот. Можно это делать? Да? Вот если вот так вот посмотреть, тут диаметр большой ствола, а тут маленький. Да? Они сделаны как бы слегка на концу. Сейчас. Может пойти? Вот, да. Они сделаны как бы слегка на концу. Из-за этого они... Ну, это «борочное» изобретение такое, чтобы флейта была чуть покороче. Тогда пальцем удобнее. Вот у кого альты, вы сейчас так чувствуете, как неудобно на них играть. Вот это. Вот он почувствовал. Да, вот это вообще уютно. Вот. Там приходится немножко вот делать вот там. Вот. Вот. Так вот эти... А есть еще ренессансные флейты, но их серийно не выпускают в таком любительском исполнении. У меня один знакомый, отец Анатолий Варнарский, вот, из храма Варна Пустынника. Вот у него этих дудок, у него оркестр свой собственный, там, играет ренессансную музыку, ну, их приходской оркестр. Вот там блок флейт, у них трарикс флейта ирландская есть. Есть галанчель, похожий на галанчель Геова да Гамба, такая галанчеля подобная. Есть еще время между галанчелем и гитарой. Вот. И вот они на этом теме играют. У него кучу дудок. Вот у него есть дудки, которые называются ренессансная флейта. Вот так посмотришь, вот та же самая улочка. Но разница в чем? Сверление ствола. Там слов цилиндрический. И вот по низам он ведет более активные низы. Вот мы сейчас попробуем с этой булочкой. Почему я про эти низы говорю? Что мы будем осваивать, начиная сверху. То есть возьмем, ну, во-первых, нижняя дырка, она всегда запала. Во-первых, как руки располагаются, да? Левая слеву, правая снизу. Даже если вы левша, играйте так, да, играйте так. Потому что, понимаете? Левши, конечно, так двигают сюда, если поворачиваются. Надо же не на всех поворачивать. Это западняк, ребята. Даже левши играйте вот так. Почему? Объясняю. Если гитара в леворуке, его пускают. Да. А гварнеты в леворуке вот не выпускают. Да. Гречка вообще. Да. Вот. Хотя, у меня есть фотка леворугого гварнета. Но он, наверное, и стоит как-чего. Он, наверное, просто помогает. Да. Вот. Поэтому, вот, в деревянных инструментах, вот, если, ну, серьезно заниматься, надо просто приучаться левая рука сверху, правая снизу. Как я говорю, база – это висок. Да. То есть, шесть левых. Вот три пальца тут и три пальца тут. Да. Вот. Внижняя вверх всегда закрыта. Вот. И самое, давайте первое апрекатуру возьмем, это вот два пальчика. Да. И вот у нее дунем. Должна получиться ноты си. Но все когда будет и раз. Вот. Значит, теперь давайте попробуем, и будем, ой, что делать. Смотрите, один пальчик, добавляем второй пальчик, добавляем третий пальчик, четвертый, пятый, шестой. Ну, седьмой, не будем с ним мучиться, он просто… Он мизинчик, он слабый, он маленький, где-то большая. И еще и звучит эта нота неустойчиво. Дома научимся. Вот сейчас, сегодня, шесть левых хватит на ногу. Значит, и так, просто делаем сейчас каждый из своего ритма, да, сверху вниз идем. Вот. Важный момент какой. Чем ниже мы играем на блокплейте, тем надо дуть слабее, чтобы она не срывалась. Вот верхняя нота, она хорошо берется. А вот нижняя, она вот, уже срывает. Именно потому что сверление канала вот такое. А сделано, чтобы она была короче и гормон ухом. Давайте поехали. Туда-сюда, туда-сюда. Можно остановиться на какой-то ноте. Там есть никогда 1,2,3 и 1,2,3 только что эп4Ф314. Чем больше до трех или буквы от концов schaut статисты. Видно, как морковка. Прощайте переговоры толщины с сексом стен. в большинстве своем, да, я привык пальцы ставить вот так вот, да, вот так вот пальцы ставить, да, на грим, вот, на дутках совсем наоборот, пальцы кладутся ровненько вот этой вот подушечкой, вот, и сюда проверить можно, проверить как, вот мы их взяли, а потом отпустили, и на наших пальчиках должны дырочки отпечатать, вот, и это, кстати, очень важно, когда мы играем, чтобы не мазать между дырками, когда мы играем, мы так медитативно-медитативно чувствуем эти пальчики, вот каждой подушечкой чувствуем дырочку, да, где она там дырочка, не уехали в сторону, да, вот, вот это просто такая привычка будет, да, я чувствую дырки, чувствую, а темно помогает, знаете где, когда играешь концерт, и в мониторах звука нет, и вот в этих дырках чувствуешь свою ноту, вот, то есть, когда в слепой приходится, в глупой, да? А можно вопрос? Да. Вот, читала там, в какой-то обучении, что висла закрывается не подушечками, а вот, ну, как бы, серединку закрывается, это просто, это в чем, как бы, практически смысл это? Ну, это... Потому что просто удобнее, маленький, просто удобнее прижать маленький... Нет, только я сейчас, я понял вопрос, значит, есть эта традиция просто ирландская, она пошла вот откуда. У них основной инструмент, это волына. Вот, так, вот такая фрикадура. Вот, почему так сделано? Ну, сложно сказать. Я думаю, разные причины есть. Во-первых, вот когда рычаг меньше и сильнее получается, на волынке играли, там, на ходу, в бою. Представьте, в бою, вот, идешь, там, стреляют, как отече рвется, ну, стреляют, так, на волынке играетесь. Ну, значит... То есть это, это традиция? Это один момент. Это один момент, традиция. Кстати, вот, когда вот, вот мы про эти рашки, я вам поговорили еще, когда их мастер, Алексей Баварин, не внутри, это, ну, того, что... Вот, значит, когда он меня учил, он говорил вот так, что вот именно вот такое вот. Но, второй момент есть. На самом деле, здесь, наверное, видишь швала лоу-внисл, наверное. Есть такая штука, лоу-внисл. Минский висел, да? Вот, да, он длинный, как варнет, вернее сказать, как теноровая флейта, наверное, вот такая вот. И там, просто, извиняюсь, заложение, деваться некуда. Там деваться некуда. Очень широкое расположение пальцев, и там приходится делать, чтобы дотянуться до нижней бирки вот этим пальчиком, вот эту приходится, там остановка руки вот такая, коревая. И то есть верхняя вот тут вот стлекается, а нижняя... Вот, ну. Ну, это, конечно, должно быть, дотянуться. Вот, но вот на таких вот, ну, более-менее традиционных, ни ирландских, ни этнических, мы всегда имеем подушечника. Подушечка. Почему? Потому что мы их чувствуем, подушечки, они чувствительные в них не ровно. Да, да, да. Спасибо. Спасибо.